машинка как рядышком что не угнали угнали вы не должны были вот присаживайтесь прием для истории что нибудь для истории что-нибудь для истории что-нибудь что-нибудь ну вы почетный гражданин города николаева или я чего у вас еще хорошего мало пятерка моих бмв бахнули пятерку я вас умрет ну живы-здоровы все в порядке живы все же вы здоровы но и железяка сильная мишу я на главный заглох подзем застрахована и он меня отсидел зад заднюю дверь ну так будет латинские проблемы чего он будет но он же вас а я стоял на главу я стоял это такие мелочи по сравнению еще 42 тысячи башни ничего себе то и это у меня его и и и она еще делала глупо сделаешь а еще в отпуске приехали а еще бы не застрахованы ну да теперь 300 гривен это стоит все удовольствие так что как забрать машину свою бабочка иди вот здесь повлия о вечном было много настроения на вечный надо козьбеки принимать к ним не известную речку кому-то позвонили за вот нам надо если вы же хорошо три часа так пошел ну ребята дают молодцы как давно дождя не было да еще не было собирается как собачка вот собачку давайте как ее зовут овечь кафе живут пафе это хорошая порода такая маленькую слуха не кусачья они уже не кусачья она не видит ничего не слышит ничего даже только на старенькая да вот это как мама темп по поводу смысле как мама тенка любит девяносто шеф и девяносто киеве но вот энка еще у нас всех переживут мы все бегает браво так не слабенько так 96 даем а вот есть освободитель николаева ильин ему девяносто четыре комнаты живет на герой снега надо было его снять я ему звоню ну когда вы сможете пешком через него красная весь поджар и сухи на такой гитаре красавица полка еще с войны а вы какого года сорок четвертого интересный год у вас рождения где родились большая корениха вообще здесь родились так и родился восемнадцатого мая а четырнадцатого мая отец погиб три дня до рождения погиб отец как когда брали все же подбирали у него броня была он плавал по черному морю грузия одесса а уже когда людей не хватало в сорок четвертом начали подбирать все все трон в сторону все и вот да а это не стрелять не умели пушечное мясо так как ковалевки погибло сколько тысяч говорят что какой смысл уже все немцы вступали не надо было этих людей как получал маршалов то героев ну это пушечное мясо что уже новинка есть то вот это не то ходила лошадь одна теперь уже коляп ну хорошо здесь мужчина очень хорошо и но я обратил внимание что вечером тут молодежи наверно а эти надо я вручайку вы дали ему вот это место так его территория вся вот конечно чистить на и пусть он убирает пусть он оплачивает вывоз мусора ну что это бизнесмены долго 380 пива магазине в одессе сейчас у него 7 перешел через дорогу принес дальше дело вот тебе стопроцентного ну это бизнес это нормально а ты все пишешь да я чувствую слушай ну это навечно мы говорим о вечно мы говорим о вечно где еще где еще если я помню мне в одессе надо было снять оперный театр с киева позвонили и там серию по старой одессе так я остановился за три квартала меня мы остановили машину оставлять и пешком шлепая снимать здесь у получили вечером это что-то жутко тут сотни машин злой сегодня поставьте знак как все у вас под окнами на кому надо в горе с полком тот проедет ну чтоб ехал на каком-то рваном запорожце мороженое кушал и ты мел пишать нечем на машине они когда единственное место в городе весь город сюда идут отдохнуть они сразу идет вечер на тоже с козбеком тяжело бороться эти как газовали будет а все остальное то зачем стопот эти капюшоны а еще бизнесмели в магазине 350 у него 7 пошел пиво набрал и торгую бизнес не знаю нигде я вот сколько в америке гонял я не мог это подойти же не мог я почему а вот потому что нет нету пива нигде выпить его если ты зайди в кафе куда-то а так что на улице стояли подойдет и холодильник пью тут же бутылки бросают все то что не в мире я что-то давно не был в мире не давно не был как каком мире я каждый год и каждый год в мире это даже не надо далеко то в америку возьмите эту европу болгарию сейчас это вчера показали эстонию если бы не сказали что это эстония это где-то продолжение германии в культуре и людей во всей этой ситуации чисто аккуратно курение нет не курят штрафы большие в америке тоже ты в парке не за курить вот он едет это полицейский увидел что ты хочешь на тропах парк заезжает 100 долларов штраф за курение надо за то что ты сидишь парк не будешь вот так и порядок и выписку сделал последний раз я был в калифорнии новые значит тарифы на штраф штраф там же там проезд на красный свет 500 долларов времен не пристегнулся 170 по телефону рассказывает 120 если наушники 240 там жутки и никто никуда не ездить и на красный свет ничего потому что действительно а у нас было 17 гривен то на 17 гривен я спешу рассчитался это штраф но сейчас уже не 17 так так вот так и надо таким вы только этим можно ударить иначе ничего не получится эти внушения все дети переводят через переходы переводят штрафы до обогнал школьный автобус а он обязательно мигает 800 долларов что чего нельзя его нельзя обгонять вот он едет себе он едет и все и ты уже жди когда он куда-то депутат все 800 долларов вот это штраф у нас в случае был мы к хаиту в Володе в Сан-Франциско ехали дочка за рулем я рядом жена сзади чисто по женской аля-ля-ля-ля-ля-ля она ее отвлекла и она проскочила на красный слушай это был шок она вся уже не хотела ни обедать ехать туда ничего все я машину поставили говорю Володя давай поедем по этому маршруту сейчас посмотрю есть там видеокамеры или нет она говорит придет 800 долларов штраф ну какой это мы с Хаитом сели на его машину и помчались точно так как мы ехали остановились я обошел все эти столбы все нет видеокамеры ну прошло два-три месяца я говорю ну что получила она говорит нет ну тогда точно видеокамеры там не установлены а были бы видеокамеры все Хаит Володя говорит идет какая-то китайская такая махонькая вся из себя и одной ногой на бордюре другой встал и наперед я его не пропустил прихожу через три дня дома тикетик 400 долларов штраф не наподобие Николаеве такое было наподобие тоже нет там высочайшая дисциплина и уважение водителей пешеходов с чего вы до сих пор живете на набережной почему вы до сих пор не в калифорнии хорошо об этом никому не нужны мы помним кому не нужны бафик иди сюда бафик иди сюда масяк но на ручки взять у камера красиво понравилось давайте в камеру красиво собачьи подождите значит ему папа почти подпали полюски 96 а по собачьей сколько 20 16 16 16 ну да тоже бать не слышали не видит бедняго ничего после чего мясо чует с семьи нюх работаете на мясо и свечу и да мясо И вот такие вот дела у нас. О вечном давайте. О вечном. Я вот вспомнил, что вы почетный гражданин города Николаева. Да, есть. Привилегии, расскажите, почетного гражданина. Я знаю, что в трамвае вы можете ехать бесплатно, да? Да. В троллейбусе. В женскую баню без очереди. В женскую баню. Нет, есть какая привилегия у нас. Вы на пенсии уже? Да, давно уже. К пенсии там, что скажешь? Ренеон 150, 170? За что? За почетного гражданина. Нет, каждый месяц 150 гривен. Ну, 150, я же поможем. Я Дюмин не говорю, 150 гривен. Да, особенно Дюмин. Они, конечно. Ну, все равно оно приятно. Ну, конечно, приятно. За звание немножко, за орден. Ну, и так все набегает. Он набегает потихоньку. А там работы, я там работать не смогу. Почему? У вас же международная профессия, которая. Ну, и что? Ты же профессия. В этом возрасте меня уже никто никуда не возьмет. Да. А ходить вот такой целый, у меня днем сидеть в парке. Я там не смогу. Я там рукавский. А чего вы сегодня ходите, кстати, в пятницу? Чего вы не на работе? Вот в обед же я пришел. А, вы просто обед покормили? Да. Выведу, сейчас я покормлю. Погулять собачку? Да. И будем дальше работать. На учениях были на этих? В Шарпулане. Да. Тоже там разница в зарплате видели в интернете. У солдат, у американских 10 тысяч долларов зарплата. У наших. Ну, не 10 или 5, что-то. Ну, какие-то цифры такие. Зашкаливают. А у нашего солдата 340. Ривен. Там, как бы, цифры такие зашкаливают. Да. В этот раз нас даже покормили вместе с американцами попробовать еду американского солдата. Так а что там? Завели всех. Стоит, значит, ну, как у нас походные эти кухни. Ну, конечно, тоже чисто. Аккуратно. Не в том, что дровами топят. И пока надо ехать. Стоит, значит, из пяти блюд, допустим, обед. Стоит пять этих солдатиков на раздаче. И ты пробегаешь на разносе пять ячеек. Какая-то так пахнула. Набросали. Я смотрю, простые ребята сели на траву. Себя отрубаются. Наших угощаются. Им кажется, что мы недоедаем. Наших солдатиков. Печенье, шоколад. Вот. Нормально. Ну, я не знаю, что это дает. Уже сколько лет эти учения. Однообразие. Понимаешь? Никакого, никакого нет прогресса. Фантазии в каком-то. Прыгнули с парашюта. Двадцать человек стрельнули. Танки два раза. Я сколько езжу уже. Не знаю, что это будет. Да. Может быть сам контакт. Вот. Македония, Молдавия, Украина, Штаты. Ну, присматриваются. Да? Присматриваются друг к другу. Да. Они со своей техникой. Все знакомы. Даже воду с собой завезли все. Питьевую воду. В бутылках. Гурты такие. Метров у нас сто пятьдесят в длину. Навалено. Как у нас сено складывают. Их вода. Своя. Биотуалеты свои. Все свое. Ну, полные мобильные батальоны. Они полностью ни от кого не зависят. У них все свое. Ну, наши, конечно, имели возможность где-то стрельнуть с какого-то. Знаешь, вы сейчас приехали с Америки. Недавно? Давно? Ну, как давно? В марте еще. В марте. Ну, недавно. Ювенальная юстиция. Там уже слышали такое слово, нет? Нет. Ювенальная юстиция. Ну, в Николаеве точно вы не знаете. Не слышу я там. Может где-то можно слышать. Ну, в таких кругах в этом году. Ну, а у вас внуку сколько лет? Внуку десятый год. Это ручки. Три было. Ну, так это же как раз что-то знал. Причем ручки было три. Дочка должна ваша знать. Ровно 18 мая, в мой день рождения, она родилась Америка. Ей было круга. Дочка должна ваша знать. Я уже немножко расширил круг. Это была одна Калифорния в основном. Ну, штат Невада еще. В этом году мы съездили. В Нью-Йорке к нашим знакомым побывали. В Бостоне у наших друзей. Уже немножко так я представление не имею. В Америке. Потому что настоящая Америка именно здесь. У вас есть уникальная... Нью-Йорк. Уникальная возможность передать привет всем вашим друзьям в Нью-Йорк, Бостон и в Америку. И они увидят. Увидят, конечно. Увидят, конечно. Сейчас техника. Передавайте. На поле чудес. Я передаю привет всем нашим землякам. У Гефта был я в Лос-Анджелесе. Сан-Франциско работаю. Сан-Франциско работаю. В Бостоне были. В Бостоне были. Нью-Йорки были. Все наши люди. Уже много лет живу там. Как-то чуть-чуть. Уже не горюют, да? Ты едешь домой и говорю, я с тобой лечу. Это было лет 10 назад. А я говорю, Володя, полетишь. Таня, я телевизор смотрю и не хочу. Уже не горюют, да? Уже не горюют. Ну да, время лечит. Воды прошли по 15-17 лет. Спасибо.